В Туркестанской области испытывать дефицит квалифицированных гидов региону для встречи иностранных туристов нужны кадры полиглоты, востребованы специалисты, знающие не только английский, так же китайский и испанский языки. К примеру, в Туркестане уже стал звездой охранник Мавзолея, свободно рассказывающий про экспонаты туристам на иностранном языке. Подробнее в нашем материале. Это был построен в 1166 году, сразу после смерти Коджи в Мапи Суи. Герой нашумевшего видео 55-летний Шер Ильясов. Он работает охранником Мавзолея Хаджа Ахмета Иссави. Но это не мешает ему с удовольствием рассказывать туристам историю памятника, причем на превосходном английском. Всю нужную информацию я получаю через телефон, будь то видео, книги или фильмы. Раньше говорили, путник это гость. Когда иностранцы приходят, они часто смущаются. Но я же знаю язык, а мы казахи, гостеприимные люди. Спрашиваю их на английском, они радуются. Летом в основном ищут воду или еду. Я показываю, где можно вкусно поесть. Гид охранник выучил английский язык самостоятельно, и на это у него ушло несколько лет. Шер Ильясов уверен, при желании возможно все, чем вызывает восхищенные взгляды знакомых и друзей. Я каждый день фотографирую туристов. Вижу, что этот человек сам встречает иностранных гостей и проводит для них экскурсии. Никогда не просит за это денег. Объясняет все на английском языке. В прошлом году Туркестанскую область посетили 800 тысяч туристов. Растет и поток иностранных гостей. Сфера столкнулась с нехваткой профессиональных гидов, способных оказывать качественные услуги, отмечает руководитель отдела по туризму Дархана Санхан. С увеличением числа туристов каждый год наблюдается нехватка гидов. Не хватает профессионалов, которые могут предоставлять информацию на высоком уровне. Часто возникают проблемы с неправильной подачей информации. Поступают жалобы. Профессиональный экскурсовод Исмаил Умар-Алиев утверждает, что настоящих профессионалов можно пересчитать по пальцам. Говорит, сейчас увеличивается спрос на полиглотов. Сейчас востребованы китайский и испанский языки. Мы активно ищем и готовим специалистов. У нас нет ограничений. Мы организуем экскурсии как в Туркестанской, так и в Жамбылской области. А теперь и в Казалардинскую область выезжаем. В регионе утвердили дорожную карту по развитию туризма. Планируют и дальше улучшать инфраструктуру туристических объектов. В приоритете повысить качество обслуживания. По словам руководителя управления туризма Нурдаулета Медеова, необходимо запустить единую систему мониторинга туристов. Все работают по-своему, без единой системы. Если мы продолжим в том же духе, мы сами уничтожим наши туристические объекты. Но если мы создадим единую систему и улучшим инфраструктуру, то в будущем сможем привлекать больше туристов, обеспечивать их безопасность, поддерживать чистоту объектов и учитывать количество посетителей. Сейчас, по данным управления предпринимателей, готовы вкладываться в туриндустрию. С начала года в область уже привлечено 41 миллиард тенге инвестиций. А до конца года планируют довести эту цифру до 50 миллиардов.